Бау, всем привет, овчики, с вами Димон Про. Сегодня мы будем смотреть новые серии по этому же сериалу Шкибеди Тойлендс. Ну что же, начинаем. Недавно вышла 46 серия этого сериала и 47, пару минут назад. Ну что же, начинаем. Мы видим, как Спикермен пытается как-то не дать шкибедисту себя жубить. Шкибедиста с ракетами. Ну, с ракетницей, точнее. Ну, а подходит камерамен большой и помогает ему. На стенку. Ага, это походу событие после прошлой серии, где как раз Спикермен Титан сражался с Титаном Телеменом. И вот он убегает как раз. Ну, улетает и мы это замечаем. А он за ним слежку держит, чтобы его не потерять из виду. С помощью своей телепортации. Ага, убегают камерамены тут от кого-то. Нихрена. Это еще один босс. Шкибедит Оиленс. Так он, типа, он ничего не слышит. У него затычки стоят. И у него нет глаз. Он такой большой, блин. И так передвигается. И так у него рот, как пилесос, засасывает все, что поблизости есть. Легкое. И он как-то видит все. Типа, у него нет глаз, но он как-то вот заметил как раз Телемена Титана. То есть, ну да, Телемена Титана. А, так у него пилы еще есть. Сдерживает его. Это, я знаю, он хочет ему навредить. И звуковая волна. То есть, он использовал такую защиту, чтобы он ему ни цернатинки не нанес. Все, убил. Своими же, да еще, как... Своими, короче, вот этими еще одними щупальцами, так сказать. То есть, с клешнями. Ну, и он уходит. И как раз с рта выходят камерамены. То есть, они еще живы. Ну, и как всегда, их привычка поставить лайк. Ну, эта серия нам... Ну, показала только лишь нового босса. Именно аж гидиста новый вид. Теперь, значит, переходим к новой серии. Сейчас он прогрузится. Да, сорок седьмой. Это уже у нас закат. Это уже... Ну, и хотя, вряд ли это закат. Это уже более день начинается. Ну, да, уже этот город сгнил уже по полностью. Деревьев нормальных нет. И, видимо, пролетает опять спикермен титан. То есть, он продолжает держать за ним слежку. И это топовая версия серии. А потому что тут у нас такой бой происходит над спикермен, телемен титан против джимена. Вот, такой, с ракетницами. И пушками. То есть, лазерами. Хочет ему снести вот эту защиту тоже. А он закрыл глаза. Слушай. Типа, он... Он, типа, кривляется, так сказать. Он, типа, ему это не нравится. Только он себя не смывает. Заметьте, он... Он себя как-то может контролировать. А другие швидисты не могли себя в этом ебнозе контролировать. А он себя контролирует, чтобы не смыть. Орёт уже. И подлетает, кстати, ещё один вид шкибедистов с ракетницами. Большой. Так у него руки есть такие. С пилами. А он ему сносит динамики вот эти, чтобы, короче, ему ухудшить защиту. Тоже. Чтоб звука у него... Чтоб он не мог звуковой волны издавать. Оглядывается. У него тоже защита на глаза. Блин. Он, когда он его хотел ударить, он ему уже отпилил, блин, вот эти... Клешни, блин. Он хуй... Они ему сносят защиту. Пытаются. Им это хорошо удаётся, блин. Всё, он ему ракетницу уничтожил, не сможет летать. И вот эту защиту. Он теперь так непривычно выглядит, потому что он сначала так выглядел. Но нет, иначе немного. А так он теперь... Без защиты олый, так сказать. И как раз он целится именно в ядро. А, это оказывается у него ещё вот такой есть цепочка с такой штукой, чтобы ему навредить. Преподнести его к себе. И чтобы его ещё так... Чтобы использовать на полную всю свою силу, чтобы он себя смыл. Чтобы победил его. И всё, он уже думает, что всё, мой конец пришёл. И внезапно сзади подлетает спикермен. Он помогает ему, это и так понятно. Так заметьте, любой бой – это подлянка. Потому что, ну, это в том, смысл в том, что сзади подлет... Что разные шкибедисты на это хорошо слышат и подлетают, чтобы заколпашить. Это заманка, точнее. Да, это заманка такая, чтобы подраться и за одну... Чтобы спикермена, то есть телемена... Его ещё заколпашили другие спикер... Там, шкибедисты. Блин, он ему экран ломает. Всё. Это же я представляю. Короче, долго придётся, походу, восстанавливать телемена. Конечно. Но я уверен, что после того, что... Чуть ли в этой битве не сдох телемен. Потом уже выйдет камерамен. Потому что мы его очень долго ждём уже. Да вроде ядро ещё живёт. И, короче, он пытается защититься в то время, пока он телепортируется. Нихрена себе! Паук такой ещё. У него... У него шесть рук с ножами. Нихера себе! И сварочный аппарат ещё такой. Ну, то есть защита такая от сварки. Капец! Да, и вот они ж хотят ещё закинуть от этого ещё как раз шкибедиста, чтобы его как раз завладеть контролем. Чтоб в итоге вышло двое титанов, которые защищают этих эджименов. Но не удалось. Не успели. Хоть в чём-то повезло, то что он уже ушёл. Этот улетает, понятное дело. Но его, походу, учёный будет восстанавливать. Паук-то этот уходит. И джимен нас за одну скокнули. Подожди. Тут какой-то челик к нам подошёл. Подожди, может... Не, подожди. Этот чел похож на автора. Как раз вот этой анимации. Как раз на автора вот этих всей... Вот этого сериала. Не, вряд ли может. Но он как-то похож был. Ну, ладно. Мы пока что будем заканчивать. Серии реально получили стоповые. Заколпашили почти до конца. Телемена. Титана. Еле выжил, короче, в этой битве. Ну, короче, ладно. Будем пока что заканчивать это видео. С вами был Димон Про. Всем пока-пока. Пока-пока.